Добрый вечер! Вести Магнитогорск продолжает знакомить вас с событиями дня. И вот некоторые темы выпуска. Будет ли вновь введена бальная система наказания за нарушение правил движения на дорогах? В Магнитогорске только за последние пять месяцев произошло две тысячи ДТП. Коммунальщики всерьез занялись выселением неплательщиков. Как прожить на пенсию в тысячу рублей, если квартплата 900? Пятиразовое питание, свобода творчества, раздолье для игр на свежем воздухе. Так начинают свои летние каникулы многие школьники. Открылись детские загородные лагеря. И теперь об этих и других событиях подробно. Более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Магнитогорска за последние пять месяцев. Это столько же, сколько за весь прошлый год. Резкое увеличение аварийности на дорогах заставляет МВД России ужесточать мир и наказание. Возможно, скоро вновь введут вальную систему наказания. Под угрозой существования могут оказаться и коммерческие школы. Качество обучения будущих водителей сегодня проверяла Светлана Мансурова. Выпускники двух магнитогорских автошкол сегодня сдают экзамен. Сначала теория, потом практика. На мониторах у вас сейчас тренировочный билет. Три первых вопроса вам даны для ознакомления, для того, чтобы вы попробовали, как сдавать экзамен. Почти 90% обучающихся в вождении сдают теорию с первого раза. Преподаватели считают, два с половиной месяца достаточно для того, чтобы изучить правила. Требования к автошколам и сейчас высоки. Многие инструкторы работают в этой системе не один десяток лет. По их наблюдениям, прилежный курсант потом и на дорогах аккуратен. Качество подготовки осталось на прежнем высоком уровне. Особенно в нашем городе. База, я знаю, во многих школах она очень сильная. В этом году из 17 магнитогорских автошкол только 10 получили лицензию. Частных у нас вообще нет. У большинства коммерческих, которых больше, чем муниципальных, база не хуже. Например, вот такого макета для подготовки водителей категории С нет даже в челябинских автошколах. Тем не менее, инициативу МВД об ужесточении требований к автокурсам многие поддерживают. Просто для того, чтобы, скажем, зарабатывать деньги просто так, а не выполнять то, что требуется, такой автошколы не должно быть. Конкуренция на этом рынке заставляет руководителей курсов бороться буквально за каждого ученика. Сейчас в Магнитогорске предложение превышает спрос на услуги автошкол. Стоимость обучения вождению колеблется от 5 до 7 тысяч. Это при условии успешной сдачи сразу и теории, и практики. Городской автодром — единственная в городе площадка, которая оформлена по всем правилам сдачи квалификационных экзаменов. Курсанты волнуются. За неправильное прохождение участка начисляются штрафные баллы. Трогаемся. Автодром у нас тоже не из худших. Требования к прохождению экзаменационного участка стандартные. Однако не все магнитогорские автошколы тренируют здесь своих курсантов. Те, кто сегодня сдал экзамен, уже могут считать себя водителями. Поэтому наведение порядка на дорогах только приветствуют. Те правила, которые обучают нас, мало кто выполняет на дорогах из-за водителей. Сами же стражи порядка считают, что в новых условиях ужесточение требований к автошколам выживут те, кто имеет хорошую материально-техническую базу. А по отношению к нарушителям на дорогах важен сам факт неотвратимости наказания. Сейчас водители чувствуют себя более вольготно, чем раньше. Не столько степень наказания, сколько неотвративность должна быть ужесточена. Тот административный кодекс, который действует на сегодняшний момент, он дискредитирует немножко систему обеспечения безопасности дорожного движения. Вот именно в плане неотвративности наказания. Светлана Мансурова, Алексей Абашин, Вести Магнитогорс. До недавнего времени задолженности некоторых жильцов Левого берега коммунальным службам составляло более 25 миллионов рублей. Неплательщики оказались под угрозой выселения. Сотрудники специального претензионного отдела всерьез занялись этой проблемой. Как обстоят дела сегодня, продолжает отслеживать наш корреспондент Светлана Семеркина. Клавдия Савичева живет на Левом берегу более 20 лет. Семья была большая, сейчас в трехкомнатной квартире только она и внук. Пенсия 1100 рублей, 913 из них отдает за квартиру. За все годы квартплату ни разу не задержала. Не было никогда, никогда. Ежемесячно платила. Потому что надеяться нам не на что. Статья федерального закона об ответственности граждан за оплату жилья и коммунальных услуг введена год назад. Задолженность в течение шести месяцев дает коммунальщикам право после нескольких предупреждений подать иск в суд о принудительном взыскании долга. Мы плотно занялись. Мы уже знаем каждого почти неплательщика, потому что очень большие суммы. Некоторые должны по 36 месяцев. Специалисты отмечают, с февраля многие неплательщики погасили долг полностью. В жилье с коридорной системы не хочет переселяться никто. Каждый хочет сохранить за собой свое жилье. Вместе с тем в 4-м жилищно-эксплуатационном управлении 129 квартиросъемчиков, которых неофициально называют безнадежными неплательщиками. Некоторые семьи ушли из этих списков, то есть некоторые семьи оплатили. Есть сведения, что некоторые устроились на работу, то есть начали вести нормальный образ жизни, заплатили. Но многие так в этом списке по-прежнему устаются, и я думаю, что никуда они не денутся. Квартплату с таких жильцов получить невозможно, но и через суд выселить проблематично. У большинства семей в квартире прописаны дети. Что делать в таком случае, в законе не сказано, говорят юрисконсульты. Решение вопроса оставлено на усмотрение субъекта, то есть города. Всего же задолженность населения коммунальным службам только на Левом берегу до недавнего времени была более 25 миллионов рублей. Три месяца назад злостных неплательщиков на Левом берегу было почти 800 человек. Сегодня половина из них за квартиру заплатили, но списки должников пополняются новыми фамилиями. И сотрудники претензионного отдела продолжают свою работу. Светлана Семеркина, Алексей Гондаренко, Вести, Магнитогорск. Между тем, сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении проект ЖК РФ. Представляя законопроект, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, Павел Крашениников отметил, что данный документ готовился около 10 лет. Он подчеркнул, что при разработке ЖК эксперты пытались исходить из существующего положения вещей в российском жилищном комплексе. Сегодня в этой сфере все решают местные власти, заявил Крашениников. И это неправильно. Депутат также подчеркнул, что согласно Конституции РФ, Бесплатное жилье предоставляется только малоимущим гражданам, Либо тем категориям граждан, которые указаны в федеральных законах РФ. Причем в проекте ЖК четко сформулировано, Кого отныне можно причислять к малоимущим гражданам. Разумею, Крашениников уточнил, что тем не менее, Замечания по закону проекта у комитета есть, И они будут исправлены во втором чтении. Одним из ключевых объектов, включенных в генеральный план предъюбилейного благоустройства города, Является дорога, соединяющая улицы Зеленый, Локоть и Васяна. С вводом ее в эксплуатацию прилегающий большой жилой массив на юго-западной окраине города Можно будет считать практически полностью благоустроенным. Сегодня укладка дорожного полотна временно приостановлена. Свою часть работы должны сделать газовики. Перед работниками Челябинска регион газа стоит нелегкая задача. В максимально сжатые сроки произвести демонтаж старых колодцев И произвести перекладку газопровода. На все работы, включая подготовительные, отводится 20 дней. Сегодня новый участок газопровода укладывали в защитный кожух И проверяли на герметичность с токами высокой частоты. Газопровод вдобавок нужно еще и удлинить, Чтобы потом не пришлось копать по трамвайными линиями. Ориентировочный срок окончания работы газовиков И продолжение укладки дорожного полотна. 20 июня. Реконструкция принесет некоторые временные неудобства Жителям близлежащих домов. С завтрашнего дня должно будет произойти отключение. И вот сроки пошли. По моим данным, вроде как только два дома отключат. На две недели. Пуск этого участка дороги замкнет асфальтовое кольцо Вокруг 143 микрорайона по улицам Тевосяна, Зеленый Лог, 50 лет Магнитки, Советская. Игорь Гурьянов, Алексей Абашин. Вести Магнитогорск. И еще об одном пусковом объекте. Близки к завершению работы по реконструкции центрального стадиона. Напомним, именно здесь пройдут главные юбилейные торжества. Уже после выходных начнется укладка. Суперсовременного покрытия беговых дорожек. Монтаж электронного табло и освещения. А сейчас временное затишье, рассказывает Андрей Подольский. В день празднования и юбилея города стадион зальет ослепительный свет. 56 новых мощных прожекторов высветят каждую травинку на футбольном поле. Будет установлено итальянское оборудование. Освещенность будет 500 люкс по условиям ФИФА. Что выполняет все требования футбольного союза. Энергосбережение в 4 раза. Это очень большая экономия. Сейчас на стадион не пускают тяжелую технику. Асфальт отстаивается. Специалисты из города Шахты, которые будут стелить бесшовную, суперсовременную беговую дорожку, взяли тайм-аут на 10 дней. Необходимо, чтобы из асфальта испарились все пары гудрона. Асфальт укладывал Южерал автобан. По условиям нового покрытия асфальт должен выставиться 10 дней. И все же на комплексе идет неброская, но очень важная работа. Завершается монтаж конструкции электронного табло. Уже поступили новые прожекторы. Сейчас самое часто употребляемое слово на стадионе впервые. Впервые поле засажено суперэлитным газоном. Впервые стадион оснащается современной электроникой. И впервые зрители будут сидеть на удобных персональных креслах. Завершается реконструкция близлежащей территории. Обновлен каскад цветников, который скоро распустится праздничным убранством. Для торжеств в честь юбилея города осталось чуть больше 30 дней. Андрей Подольский, Влад Гусев, Вести Магнитогорск. К другим темам. Летние каникулы для многих школьников начались за городом. В первых числах июня открылись детские лагеря. Среди них и оздоровительный центр «Юбилейный», где отдыхают дети бюджетников. Почти 300 человек живут по режиму и проводят большую часть времени на свежем воздухе. Один день вместе с детьми в загородном лагере провела и наш корреспондент Дарья Сивухина. Юбилейный лагерь наш! Просто высший пилотаж! Свежий воздух и раздолье для игр. Вот основные достоинства оздоровительного центра «Юбилейный». Многие ребята приезжают сюда на одну смену, а остаются на все лето. Слезы в момент расставания с родителями забываются на первый же день. Большинство детей, побывая здесь однажды, приезжают и на следующий год. Мне здесь нравятся спортивные мероприятия. Почти во всех мероприятиях я принимаю участие. Ну, в городе шумно, здесь как-то приятно, свежий воздух. Лагерь рассчитан на 260 мест. Первую смену приняли уже 270 человек. Большинство воспитателей работает в лагере не первый год. А еще каждое лето приезжают студенты, чтобы пройти педпрактику. Когда я был таким же возрастом, как дети, я отдыхал здесь. И просто захотел приехать, чтобы тоже вспомнить и дни, и плюс пройти педпрактику. Конечно, есть трудности. Первые трудности были – это надо познакомить, организовать, сплотить коллектив. Но постепенно они как-то вливаются, и все нормально. Денис учится на третьем курсе «Худграфа». Говорит, главное в работе – любить детей и придумывать интересные занятия, чтобы ребятам некогда было скучать. Список развлечений в юбилейном почти такой же, как и в любом другом лагере. Игры на улице, выступления на сцене, по вечерам дискотека. Пятиразовое питание и свобода творчества. Вчера был, например, ролик, мы должны были показать. Мы делали ролик «Саша плюс Маша». Выступили очень хорошо. Юбилейный существует с 1967 года. Домики, в которых живут дети и сотрудники, с тех пор не подвергались капитальному ремонту. Как у любой бюджетной организации, здесь главная проблема – недостаточное финансирование. Руководство признается, хотелось бы туалеты внутри домиков оборудовать, сейчас они находятся на улице, и материалы для занятий в кружках купить. Список можно продолжать до бесконечности. Конечно, нам бы очень хотелось улучшить материально-техническую базу, для того, чтобы организовать интересный досуг, поощрить детей, которые активно участвуют во всех мероприятиях. Но дети не замечают проблем. Они видят только результат совместного труда всех сотрудников лагеря. Ведь желание приехать в юбилейный снова не может появиться на пустом месте. Юбилейный I love you, юбилейный я люблю, юбилейный лучше всех, юбилейный ждет успех. Дарья Сивухина, Алексей Абашин, Вести Магнитогорск. Во время летних каникул не все учебные учреждения отдыхают. Кинологический клуб Центра образования продолжает встречать в своих стенах четвероногих друзей и их хозяев. О взаимоотношениях подростков и наших меньших братьев Светлана Семеркина. Всех мастей полон двор, почти как в песне. Подростковый кинологический клуб собирает любителей наших меньших братьев более 10 лет. Сюда можно прийти за советом, получить консультацию. Что делать загрустившим четвероногим другом, у которого почему-то горячий нос. Умение сопереживать – великий дар. Максиму Нестерову нравятся большие собаки, они спокойнее. Маму, правда, в свое время пришлось немножко уговаривать. Но сегодня Дениза – друг и член семьи. Я ее люблю очень, она гуляет, постоянно заботится о ней. Она тоже нас любит, встречает по нам. А можно заниматься в специализированной группе, где подростки не только узнают о всем многообразии собачьей породы, но и учатся правильному обращению и дрессуре. Уважение, любовь, бережда отношения, говорят сотрудники центра, способны обуздать любого непоседу. Народное убеждение, что Ротвейлер – одна из самых агрессивных собак – неверно. Специалисты говорят, что при правильном, грамотном воспитании эти собаки необычайно дрожжелепны и общительны, как Чанкар. Многие ребята настолько привязываются к бессловесным, лохматым, скулящим, рычащим, что выбирают профессию кинолога, инструктора по дрессировке или ветеринара. Елена Агапова сегодня заведующая клубом, в прошлом его выпускница. Ее золотистый ретривер Шелли – единственный представитель этой породы в городе. Родом такие собаки из Англии. Из них получаются прекрасные няньки-поводыри. Возня с нашими меньшими братьями – замечательный воспитательный момент для самих подростков. В общем-то невозможно, воспитывая собаку, добром относиться со злом потом к людям. То есть, естественно, добрые чувства, они отдаются сторицей. Светлана Семеркина, Владислав Гусев, Вести, Магнитогорск. Такими были новости сегодня. Завершит выпуск прогноз погоды. Всего доброго. Спонсор прогноза погоды – страховая компания «АСКО». «АСКО» – гарантия вашей стабильности. Синоптики завтра обещают переменную облачность, кратковременные дожди, гроза. Ветер южный 7-12 метров в секунду, при грозе порыва до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 15-17 градусов, днем – 28-30. Спонсор прогноза погоды – Челенбанк. Челенбанк – банк проверенный временем.